Добрый вечер! Сегодняшняя тема нашего разговора непростая и в то же время очень актуальная для каждого из нас. Я бы ее так назвал жилищно-коммунально-собственническая и она будет, разговор наш будет о порой непростых взаимоотношениях собственников жилья и управляющих компаний или обслуживающих компаний. Гость нашей студии Сергей Молин, директор одной из обслуживающих компаний города Благовещенска. Сергей Анатольевич, здравствуйте! Добрый день, Александр! Скажите, пожалуйста, вот недавно у нас в студии была Нина Бойко, собственница жилья одной из Благовещенских девятиэтажек, а если точно по адресу улица Ленина, 123. Она говорила о том, как непросто собственникам поменять обслуживающую компанию. По-моему, компания, которая обслуживала этот дом, была ваша. Ваш комментарий? Мой комментарий состоит в следующем, что Гражданский кодекс предусматривает порядок расторжения договора. Значит, договор, который был заключен с многоквартирным домом по Ленина, 123, он является особенным договором. Почему? Потому что там предусмотрена часть тарифа, это накопительная часть на капитальный текущий ремонт, где, согласно договору, собственники могут израсходовать эти деньги те, которые поступили, и те средства, которые поступят до конца срока действия договора. Всегда возникает конфликтная ситуация, когда собственники авансом израсходовали деньги на текущий капитальный ремонт своего многоквартирного дома и пытаются срочно расторгнуть договор. Как правило, мнение разделяется в многоквартирных домах. Также по Ленина, 123, один из собственников обжал решение общего собрания, которое было оформлено протоколом. Но смотрите, вот по Ленина, 123, все-таки же они поменяли обслуживающую компанию, и как бы у вас сегодня с ними никаких нет отношений, да? На основании решения суда, областного суда Амурской области, А31 августа 2012 года, решение первой инстанции городского суда оставлено в силе. То есть протокол незаконен, договор с новой управляющей компанией ничтожен. Сергей Анатольевич, вот пытаюсь понять, например, ну такой сложный дом, да? Вот возьмем Ленина 123, он большой, он уже не новый, он сложный для вас. Что ж вы так держите? Ну конфликтные жильцы, ну пусть идут с Богом, вы же дальше работаете. Что ж вы так держите за этот дом? Ну, во-первых, ИСОМ был один из собственников, не компания была ИСОМ, это первая. Ну, я думаю, не против этого иска. Ну, во-первых, любая компания, значит, сразу хочу сказать, что когда формируется тариф для многоквартирного дома, он раскладывается пропорционально на 12 месяцев. То есть это подготовка, все работы. Значит, второе, что компания, которая занимается обслуживанием, она формирует штат, то есть штат на единицы, несет затраты. Если это управляющая компания, то вдвойне сложнее. Почему? Потому что они заключают договоры о ресурсоснабжении, им на своевременное расторгнуть. И все действия юридические, они должны совершаться в рамках закона. Не так, что утром проснулись и узнали, что другая управляющая компания. То есть вам экономически невыгодно? Любой компании невыгодно. Есть прецеденты в городе, когда компании выходят с исками на расторжение договора. Есть прецеденты, когда по окончании срока действия договора расторгается договор, переходят в новую компанию. И всегда я с собственником, ну я бываю на многих собраниях, и всегда разъясняю людям так, что если у вас недопонимание, попытайтесь сесть и разобраться, кто все-таки прав, кто не прав. Почему? Потому что бывают ситуации, что собственники хотят много и сразу, при маленьком тарифе. Бывает компания хочет в тариф большой и не выполнять работы. Должна быть объективная дана оценка. Скажите, вот в вашей обслуживающей компании сколько домов находится в городе в обслуживании? Более 80. Примерно, вот прибыль вашей компании со средней благовещенской пятиэтажки. Там пусть лет 20-25 уже такой постройки. В среднем в год сколько ваша прибыль, можете сказать? Значит, если взять по многоквартирному дому... Пятиэтажку стандартную возьмем. В тариф закладывается рентабельность 12-13%. А в денежном выражении сколько? При стопроцентной оплате. В денежном выражении сколько это примерно? Ну, если тариф чуть больше 10 рублей, то это получается 50 тысяч начисления. Стопроцентное начисление в месяц. То есть, грубо говоря, 600 тысяч в год. Скажите, конкуренция на рынке управляющих, обслуживающих компаний в Благовещенске сильная? Сильная. И по той причине, что постоянно на рынок выходят новые компании. Выходят на рынок, уходят с рынка систематически. Да, то есть, за 4 года, если говорить так, в городе Благовещенске, жилищный кодекс начал реализовываться в 2008 году. То есть, когда стал заходить частный капитал, частные компании на этот рынок. Значит, ну, не все были созданы одинаковые условия. По 165-й статье жилищного кодекса должны создаваться условия для реализации жилищного кодекса. Значит, часть компании уже прекратила существование юридически. Ну, персонал работает тот же самый, руководители те же самые. Хочу сказать, что... А почему так? От налогов уходит? Если бы так просто говорить, закрыл одну, открыл другую. Ну, жилищное хозяйство, оно вообще такое сложноватое. Очень сложноватое. Почему? Затратное. Значит, первое, что собственники привыкли, что все должно сделать государство, муниципалитет. Советский Союз в душе сидит, куда от этого деваться. Да, правильно. Значит, получается так, что вступил в жилищный кодекс, собственникам не разъяснили, что они получили в собственность самое дорогое имущество, которое у них есть по стоимости, что его надо содержать. Конечно, собственники оказались не в равных условиях. Старые дома, которые требуют капитальный ремонт, и дома, которые до 10 лет срок эксплуатации. Кроме того, значит, заходят новые компании и готовы предлагать низкий тариф, красивую работу. Демпингуют? Ну, можно так сказать, любая компания, которая заходит на рынок, если она не имеет 200 тысяч квадратных метров, ну, это полтора-два года. Если она берет дома на управление, на управление, это даже при большом объеме, это 3 года, и финансовое состояние компании приходит к нулю. Почему? Потому что по общероссийским статистическим данным, 90% это идеальный сбор платежей, 90% это невозвратные платежи. Вот вы как собственник свое жилье бы отдали в управление или в обслуживание? Никогда я не отдам в управление, никому не рекомендую. Серьезно? А почему? Почему? Потому что отдать в управление, во-первых, такой договор заключить невозможно. Почему? Потому что он заключается с каждым собственником. Это статья 162, пункт 1 жилищного кодекса. То есть, даже новостройки, 100% там собственников нету. Кто только квартиру купил для продажи. Ну, понятно, жизнь там. Да, но появляются договоры о управлении. Первое, что это уже обман потребителя идет. Второе, что законодатель предусмотрел управление, это как услуга. Она должна дополнительно оплачивать. Но собственники, у нас еще воспитанные во времена СССР, они говорят, отвечают как, мы что, должны содержать компанию? А законодатель как предусмотрел? Управление, это менеджеры, которые управляют финансовыми потоками, контролируют работу, и за это они получают определенную услугу. То есть, зарплату. Но собственники этого не хотят. Хотя в каждой услуге, есть и фонд заработной платы, и налогоотчисления, и затраты. Сергей Анатольевич, если взять Благовещенский рынок жилья за 100%, сколько процентов управляется, сколько обслуживается, на ваш взгляд? Управляется. Если 5% управляется, это хорошо. Почему? Потому что договоров управления, которые должны заключены быть в соответствии с жилищным кодексом, в городе Благовещенске, 95% я могу точно сказать, что их не существует. Но все-таки жизнь как-то нас воспитывает, это вот 4 года, грубо говоря, собственник меняется сознание людей, пусть по миллиметру, пусть и так быстро. Меняется собственник, и сейчас, значит, когда идет работа, уполномоченный представитель, в простонародье называется старший домов, они контролируют свой фонд. Хочу вам сказать честно, что сколько я прошел собраний, ни на одном собрании старшему дому не сказали спасибо. Хотя этот человек, который живет в этом доме... То есть, очень неблагодарный, да? Я всегда говорю, что ладно, мы коммерсанты, мы работаем в этой сфере, мы зарабатываем деньги, мы платим налоги. Но человек, который представляет ваши интересы, который тратит время, договаривается, контролирует, где-то получает работы авансом, и ему никогда не скажут спасибо. Понятно. Это были простые вопросы для Сергея Молина, руководителя одной из заплуживающих компаний города Благовещенск. Мы говорили об самом дорогом, наверное, жилье и здоровье. Это у нас самая дорогая составляющая нашей жизни. О нашем жилье. Всем добра и здоровья. Берегите себя. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова